День за днём множество событий, но нас интересует главное то, что касается каждого. Ток-шоу «Главная тема». Сегодня в студии поговорим о творческой гомельщине, о тех, чьи руки и вдохновение творят настоящие чудеса, что считать успешным выставочным проектом, каких концепций ждёт посетитель, и где-то самая грань между ценой и ценностью. Художники Гомельщины, сегодня это главная тема, мы начинаем. Итак, гости программы. Директор картины и галереи Гавриила Харитоновича Ващенко, Людмила Шимбалёва. Людмила Михайловна, добро пожаловать. Заместитель директора музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля Владимир Литвинов. Владимир Адамович, рад видеть. Председатель Белорусской гильдии мастеров и ремесленников Светлана Гаврильчик. Светлана, здравствуйте, милости просим. И председатель Гомельской областной организации Белорусского союза художников Иван Андросюк. Иван Васильевич, добрый день. Людмила Михайловна, Владимир Адамович, подключайтесь к разговору. А как по-вашему причастность к профессиональным союзам, наличие профильного образования профессионального, насколько влияют на востребованность художника? Ну, вы знаете, сложный вопрос. Ведь из, например, миллиона добываемых алмазов, бывают только единицы, которые не требуют огранки. Все остальные огранятся. То есть все равно какой-то элемент воспитания, какой-то элемент профессионального образования, он, мне кажется, достаточно необходим. С другой стороны, мы знаем примеры, когда и у нас иногда выставляются художники, которые не имеют там какого-то жесткого специального образования, но пользуются успехом у публики. Раз уж заговорили про алмазы, те самые самородки, так, Людмила Михайловна, и все же, это помогает, либо чаще творческого человека изначально ставят в рамки? Вы знаете, вот если отвечать на ваш вопрос, Александр, я думаю, что, конечно, желательно, чтобы все же профессиональное образование всегда присутствовало. Это никогда никому не помешает. Но если говорить вообще о художниках, то практика показывает немножко обратное. Вот я могу сказать только из практики, да, работая в картинной галерее. Совсем не обязательно было бы быть талантливым, например, Игорь Хайков. У него нет специального образования. То есть Игорь заканчивал Белгуд, но потрясающий художник. Его работы прекрасно пользуются спросом не только у гомельчан, но и далеко за пределами гостей, которые к нам приезжают. Ну, можем вспомнить, когда-то Сашу Галевича, многие его знают. Саша тоже не имел профессионального образования. Но это был один из, я назову, продаваемых художников. Поэтому таких примеров очень много. Но если говорить об образовании, вообще надо, чтобы и молодежь получала образование, и люди все-таки обучались профессиональному средству. Тем временем к разговору готов подключиться еще один гость. Ждем в студии на Пушкино-8 директора Гомельского государственного художественного колледжа Елену Зейбек. Елена Талимоновна, добрый день. Подключайтесь к разговору. Как по-вашему, насколько востребована сегодня у молодого поколения профессия художник? Ну, судя по тому конкурсу, который бывает в нашем учреждении образования, это профессия дизайн. В прошлом году 7,2 человека на место. 7,2 на место – это практически как высшее учебное заведение. Не каждый вуз может похвастаться таким конкурсом. Какие профессии сегодня из творческих могут приносить вашим выпускникам не только удовольствие в будущем, но и реальный доход? Я думаю, что любая из наших профессий может приносить и удовольствие, и доход. Это зависит от самого художника. Насколько он образован, насколько он профессионал в своей области и насколько он является менеджером в своей профессии. То есть, другими словами, вот хорошая мысль озвучена сейчас, мы еще об этом будем говорить. Сегодня мало быть творческим, талантливым, одаренным, нужно быть еще и собственным пиар-менеджером. Совершенно верно. Большинство художников этим пользуются? Либо все-таки, как по-вашему, ожидают, что кто-то за них будет продвижением заниматься? Я думаю, что молодежь уже готова к этому. Наверняка отслеживаете судьбу своих выпускников. Многие ли со временем остаются в профессии? Мы можем пофастаться тем, что наши учащиеся работают в учреждениях образования, работают не только в нашей стране, но в ближнем и дальнем зарубежье. Многие из наших преподавателей, которые закончили ранее колледж, вернулись работать в родной Гомель. Это, кстати, насколько знаю, достаточно известные гомельские художники, многие из них. Конечно, и члены Союза художников работают у нас. Наши выпускники сейчас уже преподают в Академии искусств в городе Минске. Двигаемся дальше. И в галерее Гаврила Харитоновича Ващенко и в Дворцово-парковом ансамбле работают постоянно действующие салоны-магазины. Какие работы продаются сегодня, уж простите за такой вопрос, лучше всего? Людмила Михайловна. Ну вот вы знаете, я называла Игоря Хайкова, да, и я сегодня могу подтвердить, вот идя к вам на программу, специально посмотрела, сколько продано было работ Игоря Хайкова. Это в основном, это его были работы. Это Михаил Нехайчик, это гомельский художник, но сейчас он в городе Брянске открыл свою галерею частную. Мы собираемся, кстати, коллективом поехать к нему на экскурсию, посмотреть, как он там работает. Ну, а так, конечно, немножко слабовато с гомельскими художниками, что касается продаж. Но вы знаете, и, наверное, может быть здесь проблема даже в том, что не потому, что тот или другой художник не востребован. Наверное, упала покупательская способность. Это основная причина, потому что, делая анализ каждый год, ты видишь, что все же как-то картины стали реже продаваться, реже стали приобретать и наши предприятия, которые приобретали по безналичному расчету. В основном, сейчас, конечно, больше спрос идет на сувенирную продукцию, если говорить конкретно о нашем регионе, о нашем учреждении. Владимир Адамович, как у вас обстоит ситуация в салоне-магазине? Я буду поддержать здесь тезис, которую высказала Людмила Михайловна, потому что, ну, во-первых, немножечко у нас разные все-таки те же самые выставочные... Площади. Площади, да, которые ориентированы на продажу тех или иных. Мы вообще стараемся не брать таких больших каких-то, большеформатных каких-то, да, работ. И если они появляются, то они достаточно долго висят невостребованными. А вот небольшие работы того же Арсения Дворонина, там, цветы какие-нибудь, или Свету Курашовой акварели, или тот же Хайков, нам он тоже давал какие-то вещи свои. Они вот небольшие работы, формата А3, там, А4 даже, вот небольшие работы, как сувенирная продукция, эти идут достаточно неплохо. До эфира Людмила Михайловна привела интересный пример, который хочу обсудить сейчас. Ведь это правда, что многие посетители галереи, говорила Харитонович, а вообще, наверное, не только этой галереи, не знают сегодня, что такое репродукция. Александр, вы знаете, наверное... О каких ценностях мы можем говорить? Нет, ну вообще тут не совсем с вашим, как говорится, тезисом соглашусь. Не посетители галереи, а я имею в виду школьники наши. И вот здесь, наверное, очень важно... Тоже посетители галереи. Ну, я имею в виду, понимаете, больше все-таки хочется акцент сделать посетители как-то, оно объемно, а вот именно школьный возраст, к сожалению, не знает. Поэтому здесь, наверное, если мы сегодня вообще говорим о художниках, о ценности, наверное, прививать это надо со школьной скамьи. Понимаете, если вот там будут те же предметы, о которых мы говорили, мировая художественная культура, она вроде как... в период времени была... Был, теперь вроде появился, но не на том еще уровне. Если здесь это будет, в школе все-таки больше акцент на культуру, на искусство, так, наверное, потом и ценности будем говорить по-другому. АПЛОДИСМЕНТЫ И еще одна невыдуманная история в тему разговора. Один знакомый художник сокрушался, покупатель сбил цену за картину до 200 рублей, возмущенный отправился в салон за рамой и потратил примерно столько же. Художник спрашивает, где справедливость? И я так понимаю, это вот как раз таки болевая точка для каждого автора. Светлана Иван Васильевич. Ой, ну вы знаете, надо начать с того, что в принципе картина это действительно не первой необходимости вещь, да? То есть картину покупают, когда человек именно чувствует потребность в искусстве. И, конечно же, как бы тот, кто понимает искусство, он не торгуется. А кто начинает... Ну, скажем прямо, не так много таких покупателей... Правильно, их не очень много, но они есть, они существуют. Если человек начинает торговаться, я думаю, что он не очень понимает, что он хочет приобрести. То есть стоит ли торговаться? А как вы поступаете в таких ситуациях? А я считаю, что каждая вещь всегда дождется своего покупателя, своего ценителя. Для меня это очень важно. Художник, творец, он создает свою работу, и он вправе, конечно, где-то уступить. И на сегодняшнее время, на сегодняшней этапе, в связи с таким общим, не очень хорошим экономическим состоянием, художнике нужно выживать. Поэтому он заинтересован, чтобы продать свою работу. То есть для тех, кто разбирается в искусстве, сейчас хорошее время покупать недорого, дорогие ценные вещи. Идя в багетную мастерскую, это уже совсем другой уровень. Это производство, это предприятие. Там стабильные цены, есть на все расценки, поэтому там никто не уступит, ни гроша. Но это же действительно парадоксально, Владимир Адамович. То есть мы понимаем, что в магазине торговаться нельзя, а вот с художником можно поспорить. Ну как ты оценил это в 700 рублей, если цена ему 200, как мне кажется? А вообще, если бы можно было, я бы и за 100 купил. Ну вот такой парадокс существует. Конечно, он присутствует. Но опять-таки, я соглашусь с мыслью о том, что настоящее произведение искусства своего ценителя и покупателя обязательно найдет. Как бы было это хорошо, если бы находила при жизни автора. Правда? Ну да. Я, знаете, хочу дополнить, что все же сегодня цены у нас в городе Гомеля довольно низкие. Мы часто многие бываем в городе Минске, и мы видим, какие цены там. И даже, например, меньшане, приезжая к нам в гости и изучая работы наших художников, которые представляют в салон-магазин, то они поражаются, почему такие низкие цены, если мы говорим о цене. Сегодня в студии на Пушкина 8 большое количество гомельских художников, для которых тема эфира не просто разговор в студии. Приглашаю вас к обсуждению. Пожалуйста. Осипов Владимир, директор детской художной школы искусств города Гомеля. Я согласен с тем, что было здесь сказано передо мной, это высказывание. Дело в том, что, на мой взгляд, подготавливают люди к этому. То есть подготавливают конкретно со школьной скамьи, а может быть, даже еще раньше. Это действительно. Как же человек согласится, что цена картины 500 рублей утрирована, если он не понимает, как же она может стоить столько? Ну, понимаете, схема-то очень простая. Если человек не знает, как это создается, не знает, как творится вообще, как происходит процесс творчества, И чем одна работа отличается от другой. Он и не может оценить. Он знает, как делается гаечка, как нарезается резьба, а вот как, скажем так, выстраивается, или даже с каким страданием, или с каким чувством делается произведение искусства, он этого не знает. Не знает только, скорее всего, потому что у нас мало уделяет внимания на уровень воспитания. Скорее всего, так. АПЛОДИСМЕНТЫ Сушков Александр, художник. Свободный художник. Вот. Говорили по поводу работ и назвали их, работ художников, сувенирной продукцией. Так оно и есть. Это достаточно слабые работы, которых очень большое количество, и их надо продавать, собственно говоря, по такой сувенирной цене. Вот. Они и продаются по таким ценам, но есть достаточно серьезные работы, есть работы художников, которые и за ними имя, и за ними, самое главное, искусство и мастерство. Вас обижает, когда покупатель, потенциальный покупатель начинает торговаться, избивать цену? Меня это совершенно не смущает, это нормальная совершенно вещь. АПЛОДИСМЕНТЫ Потом цена работы это настолько относительно, я вижу эту цену по-своему, а покупатель совершенно по-другому. Вообще, серьезные работы это предмет роскоши. И не каждый человек себе может позволить, и не надо стремиться к какому-то образованию, культуре и так далее, как вот говорили, себе позволить приобрести серьезную работу. Потому что это, в конце концов, и вложение денег. Это очень серьезные деньги, как правило, если это, ну, за этим человеком стоит имя, и эти вещи с годами становятся только дороже и дороже. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы знаете, почему я считаю, что как бы особенно нельзя торговаться за картины? Когда мне было 12 лет, я первый раз попала в Эрмитаж. Мама меня все детство возила по музеям. Если мы попадали в Москву, значит, мы были в музее. Если мы попадали в Питер, мы были в музее. Поэтому, когда я училась в Минске, я весь свой обед проходила, в художественных салонах Минска, понимаете, я всегда тянула картину. И, по крайней мере, я могла на зарплату купить картину, а потом, непонятно, сидеть на хлебе и воде, да? Я не понимаю, как можно картину подбирать под обои. Я не понимаю, как картину можно подбирать по формату, понимаете? То есть это нонсенс. И если мы наших детей будем водить в музеи, и они будут различать, что такое репродукция, что такое картина, то не будет вот этого торга непонятного, понимаете? И еще одна гостья программы готова подключиться прямо сейчас. С удовольствием представлю координатор гомельского проекта «Виртуальная галерея арт-клуб» Марина Насека. Марина, за эфиром неоднократно слышал от вас «Наши художники востребованы». Я в этом уверена. Как понимаю, не без примеров? Да, конечно. Есть достаточно примеров. Например, один белорусский очень крупный производитель трикотажной одежды разместил картины известной белорусской художницы Анны Селивончик на своей одежде. Могу показать? Конечно, с удовольствием. Анна Селивончик. Анна Селивончик это же гомельчанка в прошлом. Да, все верно. Анна Селивончик родилась в Гомеле, как ее супруг Василий Пешкун, и сейчас они переехали и живут вместе в Минске. А вот то, что Марина показывала маечки, эти работы, кстати, они у нас в галерее были представлены, когда была выставка этой семейной пары. Мне кажется, очень здорово, когда масс-маркет встречается с искусством, это возможность показать большому количеству людей, что такое искусство, какие есть картины, что сейчас современно, что сейчас в тренде. Наша галерея как-то проводила мероприятие в Москве, и мы арендовали помещение, и запустили некоторые регистрации, чтобы понимать, сколько людей придет наше мероприятие. Мы были удивлены, какой интерес проявляет московская публика к белорусским картинам. Возможно, это связано, безусловно, с ценовой категорией, но мы переживали, что просто все желающие не вместятся, и по окончанию мероприятия люди спрашивали, когда будут снова проведены какие-то выставки с участием белорусских художников. Кстати, когда мы были на Крафт-базаре, выставка проходила в Союзе художников, с нами были художники наши белорусские, гомельские, и практически каждый художник хоть по одной работе напродал. Еще один пример того, что работы наших авторов почему-то за границей более в цене, не знаю, только ли дело в сумме. Марина, буквально коротко, тезисно расскажите о концепции виртуальной галереи, какие идеи преследуете, какие задачи ставите перед собой. Наша основная цель это продвижение белорусского искусства в Беларуси и за рубежом. Касательно тех мероприятий, которые мы проводили, одно из них проходило, к примеру, в Гомеле, на базе отделения посольства Российской Федерации в Беларуси. Мы делали встречу с художниками и выставку их работ, где можно было напрямую спросить у художника, что же он хотел сказать своей работой. Помимо этого, мы проводили мероприятие в Москве, выставку, совмещенную с какими-то семинарами, лекциями. Это тоже было очень востребовано. Люди приходили, интересовали, слушали. Наш проект приглашали в Китай, где белорусские художники, представители нашей галереи проникались в китайскую культуру и с тем, чтобы потом, через две недели, вынести этот опыт в выставку картин, где были представлены и китайские художники, и наши белорусские. Итак, от виртуальных галерей к реальным. Какие проекты сегодня больше всего популярны у гомельчан, гостей и жителей области? Людмила Михайловна, Владимир Адамович. Ну, вы знаете, что я считаю, что сегодня популярны интерактивные выставочные проекты. То есть, это значит не только взять, привести работы, выставить и забыть про них, самому художнику. А сегодня надо подумать, как привлечь посетителя прийти на того или другого художника. Кто об этом должен думать? Об этом должен думать, во-первых, сам художник, который предлагает свою выставку. У него должна быть концепция. Обязательно. А иначе, ведь время, Саша, другое сегодня. Мы живем в другое время и требования у посетителя совершенно другие, нежели это было сколько-то лет назад. Поэтому концепция должна быть обязательна. Может быть, и молодежь о репродукциях и же с ними узнала бы более охотно, если бы все было в движении, Владимир Адамович. Как считаете и какие критерии к выставкам, к проектам в вашем учреждении? Ну, критерии какие? В принципе, так сказать, как всякое музейное учреждение, мы ориентируемся на то, чтобы познакомить людей в первую очередь. То есть, какое-то информационное поле создать. Но что касается вот востребованности этого информационного поля, которое и в том числе в виде картин и каких-то художественных проектов, к сожалению, ну вот думаю, что Людмила Михайловна согласится, есть у нас какая-то постоянная аудитория, да, то есть они приходят на все выставки, на все художественные выставки, на все наши тематические выставки, которых мы достаточно много делаем. Одни и те же, на все открытия приходят. Потом, вот, открытие прошло, два, три человека в день, иногда десять человек в день, то есть вот и такая ситуация тоже, мы с этим сейчас сталкиваемся. Как музейщик, мы стараемся найти какие-то интерактивные формы, какие-то привлечь этого посетителя, но, к сожалению, они не всегда работают. В ваших залах часто выставляются работы местных авторов. Да, ну, как минимум, где-то 5-10 проектов, это индивидуальные выставки, то есть авторские выставки. 5-10 проектов в год? 5-10 в год, но мы ведь делаем и тематические выставки, например, там, искусство натюрморта, там, весенняя рапсодия, там, или осенняя, там, что-нибудь такое, то есть вот, ну, какие-то тематические из наших фондов и с привлечением тоже работ художников. Ну, скажем, у нас, например, только за 3 года, это 15-16-17 годы, прошло 20 выставок именно гомельских наших художников. У нас где-то порядка 12 персональных, не считая, я говорю, вот таких вот коллективных выставок, имеющих какие-то тематические наполнения. Если откровенно, всегда ли это востребованное проекты? Потому что, с одной стороны, мы говорим о том, что, да, нужно давать площадку для наших, но, с другой стороны, мы часто забываем о том, что галереи нужно платить за свет, охрану и так далее, и в этом вы разбираетесь гораздо больше, чем я. Вы знаете, я думаю, что сегодня надо вообще ставить совершенно по-другому вопрос. Вот я уже говорю и художникам, и всем, с кем мы работаем, даже по коммерческим выставкам. Давайте начинать с того, с какой целью, зачем мы делаем ту или иную выставку. Второй вопрос. А цели у всех разные? Бесспорно. У всех могут быть разные. У меня одна, у вас другая, как у организатора, да? Дальше. Каким образом я хочу делать эту выставку, и только потом, что я буду делать? И вот когда мы вместе, художник, скажем, или тот, кто представляет свою выставку или свой проект, будет ставить так вопросы, проект будет удачным. Если я иду смотреть картины, то это, извините, очень интимная вещь. Я хочу рассмотреть картину, и лицедейство, которое будет происходить вокруг, мне совершенно не надо, потому что я хочу смотреть искусство. То есть посетитель не должен задумываться, кто будет платить за свет и газ? Абсолютно. Это не его дело. Он идет смотреть искусство, понимаете? А если я иду смотреть картины, я знаю, что здесь будет этот художник, то мне не нужны пляски. Но ведь кто-то все равно будет платить за свет и газ, потому наверняка и такие отношения... Этот вопрос должен быть задан к нашим властям, потому что, может быть, какие-то выставки должны быть коммерческие, а какие-то, может быть, все-таки должны оплачиваться из бюджетных средств, для того, чтобы люди могли познакомиться с искусством. Мы уже касались этой темы. Художникам не так просто, что живется. Мы, помните, говорили о рамах. Так, чтобы сделать персональную выставку, хотя бы из 20 работ, художнику нужно оформить огромное количество этих работ. И нужно заказать, и нужно где-то изыскать средства, чтобы сделать это оформление. Графика, стекло, рамы, паспарту – это все дорогостоящие вещи в настоящее время. Вот. Поэтому не так просто сейчас художнику сделать персональную выставку. И наши художники не так активны. Скорее всего, именно поэтому они не активны, потому что... По-вашему, идеальная концепция проекта, чтобы на него пошел посетитель не только в день открытия и закрытия? Я считаю, что как можно разнообразнее должны быть выставки, особенно такие коллективные, как мы делаем областные выставки. И мы сейчас пошли по пути, несмотря на то, что мы профессиональный союз белорусских художников, привлекаем на наши выставки молодых художников, привлекаем не членов нашего союза, даже и, может быть, если достойные работы хорошего уровня и не имеющих специального образования художников. Это уже практикуется. Если достойная работа хорошего уровня, концепция не обязательна? Нет. Было несколько прекрасных проектов. Последнее время выставка в галерее Мини-Вашенко с дополненной реальностью. Очень много моих знакомых высказывали положительные отзывы. В Дворцово-Парковом ансамбле, в музее несколько лет назад выставлялся очень известный художник в Беларуси Руслан Вашкевич. Это был не просто картин, это была инсталляция, соответствующая музыка, видеоряд. Это тоже было очень интересно. Действительно, выставка должна, на мой взгляд, иметь что-то особенное, возможно, должна быть именно интерактивной. Мы также проводили в Москве одну выставку, сопряженную с соседним направлением по искусству, с светодизайном. Мы привозили картины белорусских художников, а светодизайнеры из Москвы совместно с пришедшими на выставку подбирали под нее освещение. То есть, если картина написана в холодных тонах, пробовали, что же будет, как она изменится, если осветить ее теплым светом, если осветить холодным, или наоборот, добавить какой-то цвет, голубой, холодный цвет, или оранжевый, теплый цвет. И это было удивительно, но люди буквально увидели, как на одной из картин, на которой нарисован автобус, как будто двинулись колеса. Настолько меняет освещение, восприятие от картины. Поэтому это было действительно интересно, востребовано. Я полностью согласен, потому что художник должен писать работу, писать картину, а есть профессионалы, культурологи, режиссеры, которые должны это все преподнести. И художник должен сам думать, это как это там перед картиной, плясать, прыгать. Ну хотя бы мастер-класс. Нет, ну мастер-класс это совсем другое. Всем к этому готовы. Все на это готовы. В смысле художники? К мастер-классу, открытой к общению. Нет, не все. Некоторые говорят, вы знаете, я не умею говорить. Да, бывает такое. Понимаете, такое говорят. Ну дайте мастер-класс, если мы сегодня показываем вашу выставку. Покажите, как вы работаете. Вы знаете, я не буду говорить. То есть чаще это ваши уже проблемы с посещением на протяжении того месяца, когда представлена картина? Ну получается, что это проблемы тех организаций, в которых это проходит, принимают. Эти выставки. И вообще хочу сказать, что буквально по персональным выставкам есть своя аудитория у Андрея Крылова. И они придут обязательно. Это может быть десяток, это может быть 20, 30, 100 человек или 200 человек. Есть кто-то Анжелики Шабалтас. Вот последняя наша выставка в галерее мы делали с ее учениками. Шикарно. Просто вот люди шли. Это очень интересно. Иногда срабатывают такие выставки. Никогда не подумал бы, что на них пойдут люди. А идут. То есть вот настолько вот эта странная ситуация бывает. И еще одно мнение в тему разговора. Ждем в студии на Пушкина 8 гомельского художника, автора проекта «Ключ» Игоря Ягодкина. Это хочу вас поблагодарить вашу телерадиокомпанию, что пригласили и дали возможность сказать свое мнение в тему вашей передачи. Игорь, подключайтесь к разговору. Расскажите, вот сегодня неоднократно я уже слышал о проекте «Ключ». Признаю, что был на этой выставке в галерее. Очень интересно. Это тот случай, когда художник представил не свои работы, а работа своих учеников... Ну, тут я очень буду краток скажу, что у человека вообще для реализации жизненной задачи есть три периода. По 25 лет. 25 лет он получает знания, 25 лет он реализуется и старается что-то сделать в своем эти 25 лет. А основная задача жизни после себя ставить жизнь, но не как биологическую форму, а как духовную. То есть любое знание, особенно касаемо в искусстве, в любом его проявлении, в живописи, графике, музыке, надо дать людям, которые себя хотели где-то в детстве проявить каким-то образом, дать им эту возможность реализоваться. Тогда они идут на те выставки, на которые уже человек идет подготовлен, он начинает этим интересоваться. То есть вы уже задумывались, настал тот период, когда вы задумывались о своих учениках, и таким образом появился интересный проект? Ну да, но люди, они мало того, что заполняют то же время, которое у них в процессе жизни освободилось, они еще делают свои мечты, которые когда-то в детстве были. У ряда людей, много людей есть, которые хотели в детстве заниматься творчеством в виде музыки, рисования, и они приходят через этот проект. Для того, чтобы зрителям было более понятно, более десяти участников проекта, которые дошли, практически не держали кисть и карандаш, показали и доказали на своем примере, что при желании невозможное возможно. Ну да, это я, знаете что, тут находятся два ученика, один ученик, который участвовал в этом проекте, и девочка, которая сейчас учится, она после десяти занятий, ну, делает такие вещи, но я, знаете, как преподаватель снимаю шляпу. Буквально коротко подводим черту под информацией. Как по-вашему, в чем ключ к успеху вашего проекта? Почему на него пошли не только семьи тех людей, кто рисовал, кто писал картины? Ключ в востребованности и, ну, в освещении благодаря ученикам, благодаря галереи, то есть комплексы вот этих вещей, дает еще дополнительный результат, что данный проект уже пригласили для участия в Кракове, в Вильнюсе и в Дрездене, в Германии. Я хотела бы еще допомнить Игоря, что после этой выставки, которую очень многие посетили, у людей возникло желание тех, кто даже не мог, скажем, да, ну, рисовать, буду говорить, не писать, у них появилось желание этому научиться. Я знаю, что у нас очень много было звонков, дайте координаты, как попасть в эту школу и как можно вот быть таким востребованным в жизни, поэтому... Это правда, что вы сами пошли на курсы? Это совершенно правда, это совершенно точно. Я та, которая могла, не могла ровно провести линию, сейчас у меня уже кое-какие есть результаты, может быть, я тоже скоро когда-то порадую своими работами, и хочу сказать, что очень многие деловые женщины нашего города пошли обучаться в эту школу-ключ. И все же, давайте попробуем подвести первые итоги программы. Какие проекты нужны Гомелю? Сегодня, наверное, хочется больше видеть работы нашей молодежи. И вот, пользуясь случаем сегодня вашего эфира, я хотела бы сказать, что совместно с управлением идеологической работы культуры по делам молодежи Гомельского облсполкома мы объявили конкурс про движение. Молодежь от 16 до 30 лет может подавать до конца мая свои работы, по три работы, причем получает человек профессиональное образование, может быть, он еще не получает, но он замечательно, скажем, рисует, начиная с 16 лет. То есть этот конкурс у нас идет в сентябре месяце. Мы все залы галереи отдадим под молодые таланты, мы хотим найти сегодня ту молодежь, которую, может быть, надо продвинуть, которой, может быть, надо помочь и вообще показать, что у нас есть молодые, замечательные люди, которые сегодня в искусстве творят чудеса. Поэтому подавайте свои задачи. Я еще раз хочу поблагодарить Людмилу Михайловну за ту концепцию, которую она несет. А заключается эта концепция в привлечении людей, которые будут заниматься сотворением и привлечением людей в залы, где выставляются профессионалы, на кого можно равняться, а вовлекать через широкую массу людей. Хотела бы сказать пару слов про интересный проект, который мы реализовали в Минске. Действительно интересный, где-то спорный. Мы пригласили из Аргентины стрит-арт-художника, который приехал в Минск и по согласованию с мэрией города написал огромную картину на стене многоэтажного дома. Я знаю очень спорное мнение о том, что стрит-арт-искусство это не искусство, это просто кто-то на стене что-то нарисовал. Можно много говорить, но суть в том, что это новый виток развития искусства, когда не нужно идти куда-то в музей. Ты идешь, и искусство становится ближе. Светлана Колоскова-Чеплинска, художник. И сегодня мы говорим как раз таки о культурном уровне наверное жителей нашего города. А из чего же он состоит и каким образом мы его поднимаем. Художественные учебные заведения, которых в Гомеле очень мало. Я самородом из Каунаса из Литвы, и когда я попала сюда в город Гомель, меня очень сильно как раз таки удивил этот культурный уровень города. По-хорошему удивил. По-хорошему удивил, потому что нами не интересуются, как говорят художники, очень мало стоим. Чтобы нами интересовались, нужно подготовить тех детей, которые мы говорили о репродукциях, мало, кроме вот один, два, три человека, которые представляют учебные заведения. Их очень мало в городе Гомеле. Больше. Я не говорю, что здесь должны быть может быть какие-то филиалы, академии, или еще детские студии. Их должно быть гораздо больше, в 10 раз больше. И тогда нас будут покупать, и тогда нас будут смотреть. Спасибо. Вы знаете, тут не совсем, наверное, могу со Светланой согласиться, потому что в нашем городе очень много детских художественных школ. Вот, кстати, здесь же и директоры есть художественные школы, это первый. Дом творчества у нас. И в каждом у нас районе города есть эти детские школы, даже в картины и галереи есть детская воскресная студия в гостях у Тюбика, где дети с 3 лет до 6 обучаются этому мастерству. Поэтому школ у нас достаточно. Светлана, буквально коротко, я вот знаю, что ваша работа, кстати, как горячие пирожки раскупаются именно за границей, вот в чем секрет? В чем парадокс? Наверное, больше это интересует. Может быть школа, потому что в те государства, куда я уезжаю, вот сейчас, через неделю я уже буду там, наверное, это школа для них в Малайзию, в Куала-Лумпур, и для них наша школа, наверное, экзотика, потому что настолько красивое искусство Азии, настолько красочное, и, наверное, вот это вот европейское образование немножечко их привлекает. Контрастом привлекаете. Вот еще один секрет в тему. Спасибо. Еще одно мнение из зала. Оля Копачева, художник. Я хочу рассказать о маленьком проекте, который состоялся с Белпочта. Яков Художник иллюстрировал конверты, и вот вышли такие конверты «Юбилейная Новополос, культурная столица 2018 года». И мне было интересно и приятно то, что художника из Гомеля... Это ваши работы? Да, это мои работы на этом конверте. Я прошла отбор комиссии, состоялся художественный совет, на котором было решено дать задание мне. И я так понимаю, что все получилось. Конверт есть в продаже по всей Беларуси. Тираж 65 тысяч. В завершении программы еще одно мнение гостя студии. Рад представить мастер песка и масла гомельский художник Юрий Пташинский. Добрый день. В начале расставим точки над «и». И все же масло или песок? Ну, лучше, конечно, масло на булочке с чем-нибудь еще. Но пока что получается так, что песок. То есть, если в Гомеле, то это в основном пескография. Мне в техническом плане здесь удобнее работать с этим делом. Но уже за границей, в основном, до Италии, на Сардинии, там уже и масло, и песок. А вот объяснение этой параллели можно дать? Как считаешь, почему масло не так востребовано здесь, на твой взгляд? Здесь, ну, знаете, тут уже много было мнений, и, наверное, все правильны. Да и потом, я думаю, что в современном мире, где уже границ не существует, да, есть интернет, как бы достаточно быть интересным, с интересом относиться к своей работе. Если работы будут интересны, то можно продавать их из Беларуси куда угодно. То есть... АПЛОДИСМЕНТЫ Несмотря на возраст, за плечами, если не ошибаюсь, три персональные выставки в Италии, одна в Эмиратах. Как, по-твоему, чем интересны наши за границей? Ну, опять же, мне кажется, что художник это все-таки гражданин мира, то есть, если он интересен, то он интересен. и... не знаю, ко мне, наверное, на выставку не шли, потому что я там белорус, да, и парень из Беларуси. А мы шли, в частности, чтобы посмотреть на шоу песчаных картин, потому что, когда я там ходил на пленэр или писал картины, да, немного у меня там удавалось сделать за пару месяцев, там, в районе 20. Вот. Но я это все-то делал, хорошо приправлял песком, и люди шли, чтобы посмотреть еще шоу песчаных картин. То есть, вот она концепция, сама собой нарисовалась благодаря двум талантам? Ну, что-то вроде того, да, и вот друг у меня, который был среди зрителей на выставке, он как-то мне потом еще говорил, уже после выставки, слушал, что между собой говорят зрители, они видели шоу песчаных картин и думали, а, вот этот парень, наверное, где-то, он уже, наверное, известный, где-то, надо вот что-то, да, надо с ним поговорить, что-то может приобрести. Даже вот как-то так. Четыре выставки за границей и пока ни одной персональной здесь на родине. Ну, как-то объяснить, либо все лучшее в будущем? Да, в будущем обязательно я еще сделаю, я еще дойду до масла, просто сейчас, опять же, я в плане, в песочном творчестве, в техническом плане, там добился кое-каких успехов и уже пишу, скажем так, короткометражку, где уже будет меньше моих рук, то есть уже будут больше эффектов. Да, тем не менее, выставку в Гомеле ждать можно? Ну, да, да, я же еще молодой парень, успею. Время подводить итоги программы, у каждого из вас есть буквально по 30 секунд для того, чтобы подвести черту в сегодняшнем разговоре. Светлана, начнем с вас. Ну, если время требует, то, может, действительно, свои работы можно на льне печатать, на сумочках, на каких-то шарфиках для того, чтобы детвора хотя бы знакомилась так с искусством. По крайней мере, мы с Вильмса приехали, там это очень популярно. Иван Васильевич. Я считаю, что у нас, в самом деле, не хватает выставочных площадей в Гомеле, не хватает небольших галерей, маленьких галерей, буквально на десяточек работ, может быть, частных, может быть, это государственных, каких-то, более широкую массу, целую сеть развивать. А может быть, открытых площадок не так много, да, вот проект искусства на заборе был в Дворцовом парке, вам почему бы заборов много в Гомеле? Может быть. Я, допустим, живу, работаю в Белице, Новобелецкий район, там вообще ничего нет, огромный район, сейчас расстроился, нет ничего, мы сколько уже добиваемся сделать хоть какой-то выставочный зал, я уже пытался, я преподаю в Центре творчества Новобелецком, пытался уже через отдел образования пробить эту систему, хотя бы для отдела образования какой-то выставочный зал сделать, но пока это так, на этом уровне осталось. Владимир Адамович, вы понимаете, вот парадокс, с одной стороны, надо больше выставочных залов, да, вот, но с другой стороны, я как музейщик могу сказать, что многие те же самые выставки, которые мы там делаем, стараемся или прочее, они все-таки не востребованы. Наверное, наряду с тем, что надо развивать вот эту сеть площадок этих выставочных, я совершенно согласен с мыслью о том, что молодежь сейчас должна сама искать эти площадки вне жестких, так сказать, форм, допустим, музейных экспозиций. Масса вариантов, масса возможностей, и это один из очень перспективных таких вот, одно из перспективных направлений развития искусства. И еще, искусство, конечно, необходимо, это, без искусства это не жизнь, но к восприятию искусства надо готовить, действительно, мы уже об этом говорили с детства. Людмила Михайловна. А я за то, чтобы продвигать сегодня молодежь, выявлять таланты, поэтому и отдавать эти площадки все-таки под эту аудиторию, потому что поколение взрослое потихонечку, вы знаете, уже как-то перестает работать, перестает творить, вот мы сегодня до начала программы обсуждали, поэтому обращаюсь, конечно, к молодежи, которая и в студии, которая, возможно, нас будет слышать, творите, дерзайте, а мы всегда готовы открыть свои двери для вас. Итак, это были наши выводы, сделайте своим, на этом ставим точку, встретимся ровно через неделю здесь, в студии на Пушкина 8. До встречи. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова